Ну а мы снова посредством скайпа перемещаемся за пределы нашей страны, узнаем, как обстоят дела с коронавирусом в разных странах. В начале этой недели Италия ослабила условия карантина, а перед этим премьер-министр страны анонсировал возвращение на работу 4 миллионов итальянцев и возобновление деятельности многих заводов и компаний. Из числа более 200 тысяч заболевших коронавирусом в Италии лечения продолжают уже меньше 100 тысяч человек. С нами на связи по скайпу университетский лектор, жительница города Парма Полина Гельфрейх. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, действительно жизнь в Италии заиграла новыми красками? Потому что в интернете, например, можно найти видео, где видно, как простые итальянцы радуются такой мелочи, как возможности посидеть в кафе и выпить чашечку кофе. Ну, вы знаете, конечно, итальянцы радуются, потому что новости, они позитивные и это помогает. Но, к сожалению, в кафе посидеть еще нельзя, потому что кафе сейчас работает только на вынос. Но, конечно, возможность, вы знаете, итальянцы очень любят кофе итальянский. Возможность взять в баре кофе и выпить пусть даже на улице, а не в баре, это огромный плюс уже. Расскажите, как сейчас проходит ослабление карантинных мер, что можно, а чего еще нельзя? Ну вот, вы знаете, у нас принимаются декреты на уровне всей страны, а потом в зависимости от ситуации в регионе, губернатор каждого региона принимает решение по вверенной ему территории. И, соответственно, не совсем одинаковая повсюду ситуация. Например, у нас в регионе с 7 мая стало возможно делать многие вещи, которые раньше было нельзя. И, например, разрешил министерский декрет навещать родственников. И вот наш губернатор добавил то, что можно, например, если вы едете куда-то, например, погулять, то можно уже это делать не в одиночку, а взять с собой семью. Еще недавно, например, если отправлял за город, кто-то хотел выехать, у него было разрешение, потому что, может быть, есть огород или сад, за которым нужно ухаживать. Это нужно было делать в одиночку. Теперь можно выехать с семьей, но в течение дня нужно вернуться. В Испании, например, снятие ограничительных мер привело к тому, что люди, например, стали массово высыпать на улицы набережную Барселоны, заполонили. Ни о каком соблюдении социальной дистанции там речи не шло. Вот как в Италии в этом отношении дела обстоят? Вы знаете, Италия превратилась в федерацию из 20 разных государств и ситуация, потому что 20 регионов, и ситуация в разных регионах разная. Например, на юге есть регионы, как Апулия, Калабрия, Базиликата, где количество заболевших было очень невысоким. Поэтому, конечно, для них сейчас выйти на улицу такого конкретного риска не представляет. И, конечно, все, кто может, вышли. У нас, я, например, живу рядом с Пармой, у нас был один из эпицентров, у нас люди очень осторожно выходят. И когда встречаются, например, вот я за эту неделю вышла два раза на улицу, до этого я больше месяца на улице не была. И, например, я встретила одну свою знакомую, и первый разговор это, а кто у вас в семье заболел, есть ли у вас в семье погибшие. Поэтому люди, конечно, которые пережили, скажем так, тяжело эту ситуацию, боятся и ведут себя очень осторожно. В больших городах, где много семей, которые не столкнулись напрямую с вирусом, они, конечно, особенно молодежь, они, конечно, наверное, менее сознательно к этому относятся. Ну, если говорить в целом, то, как мы видим по цифрам, по статистике, примерно каждый день в Италии регистрируются около полутора тысяч заболевших коронавирусом, около трехсот смертей каждый день, ну, плюс-минус. То есть все равно цифры достаточно высокие. Каково настроение итальянцев? Испытывают ли они тревогу и сейчас по этому поводу, или все-таки немного напряжение уже пошло на убыль? Вы знаете, человек, наверное, не может очень долго жить в состоянии дикого стресса. Сейчас, правда, говорят, что людям нужна психологическая поддержка. У нас стали открываться центры онлайн-психологической помощи, потому что быть закрытыми в помещении – это нелегко, особенно детям. В начале эпидемии, когда закрылись школы, у нас исчезли дети просто с улицы. В Италии, ну, не очень высокая рождаемость, у нас все равно детей много, около 8 миллионов, и просто на улице было не встретить ни одного ребенка, по крайней мере, вот в нашем городе. И, конечно, дети, в том числе маленькие дети, которые были закрыты два месяца без возможности выйти погулять, это не очень легко. Сейчас разрешили, вот я видела в эти дни, у нас парки не заполнились, потому что родители боятся, боятся, что как-то это может повлиять на возникновение новой волны. Но когда вот в период, когда меньше людей, стали постепенно, аккуратно дети выходить, хотя у нас нельзя гулять на площадках, у нас школы до сентября не откроются. В городах, регионах, где риск был намного ниже, там, конечно, все уже вышли в парки, маленькие на площадке, хотя не везде это разрешено. Пару-тройку дней назад в прессе на разных языках писали о том, что одна римская компания придумала вакцину, убивающую коронавирус, и собирается начать испытывать ее на людях. Насколько активно об этом в самой Италии говорят? Ну, вы знаете, это, да, клиника с Палансани в Риме, и там придумали не одну вакцину, а целых пять, потому что, как бы, апробация вакцины, да, придумать вакцину, это нелегко. Там было создано пять вариантов, из них два получили наиболее хорошие результаты. На эту вакцину много надежды, потому что доказано, что она нейтрализует вирус, который проникает в организм. Но пока это на стадии испытаний, и первые испытания были проведены на мышах, то есть людям еще не прививали. Я знаю, что, например, в Оксфорде разработали вакцину, которую у нас писали об этом, которую уже начали испытывать на людях. Ну, естественно, как любое лекарство, как любая вакцина, требуется время, чтобы понять, насколько это все эффективно. Насколько серьезный экономический удар получили итальянцы во время кризиса, и какие решения принимает правительство, чтобы помочь поддержать свое благосостояние жителям Италии? Ну, это очень больной вопрос, потому что, естественно, если страна встала на месяц, кто-то и на два месяца, то это не может не сказаться. Также нужно понимать, что особенность Италии, в отличие от таких стран, как Германия или Франция, состоит в том, что это страна прежде всего мелкого семейного бизнеса. И это маленькие семейные предприятия. И, конечно, это очень сложно. Потом один из секторов, очень развитых в Италии, это туризм, который практически полностью стоит сейчас. У нас закрыты парикмахерские, рестораны, бары. И если семья, например, в семье оба взрослых работают в этих областях, конечно, ситуация очень серьезная. Государство старается помочь, но, естественно, она не может закрыть все проблемы. С нами на связи из итальянского Горома Дуардо Парма была Полина Гельфрейх. Спасибо. Спасибо.